Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствую я, Игорь Суздальцев, на видеопортале Трейдеров и Трейд ТВ. И мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 12 августа 2016 года, пятница. Поздравляю всех с завершением рабочей недели сегодня вечером и желаю всем хорошо подготовиться и провести эти выходные. Давайте вместе заработаем немножко денежки сегодня, чтобы было на что погулять на выходные. Начинаем, как обычно, со вчерашнего закрытия. И видим с вами, что вчера был очень хороший день. 1952 пункта индекса ММВБ, но я чувствую, скоро будет 2000. Будет плюс 0,4%, индекс РТС плюс 0,6%, 952 пункта. Рубль укрепился и к доллару, и к евро. К доллару укрепление составило 55 копеек. И на споте доллар-рубль том отметка была итоговая 64 рубля 32 копейки. Евро-рубль том, sorry, 71 рубль 65 копеек стоит 1 евро. На 87 копеек укрепился рубль. Очень хорошие результаты. Нефть здесь была при чем, это совершенно точно. Давайте вместе посмотрим на это и убедимся, что корреляция в очередной раз подтверждена. Вчера мы начали с отметки 43,84. Это часовой график нефтемарки Брэн, друзья. Опустились на открытие 43,46. Но я вам целый день говорил о том, что нефть может уйти наверх, потому что обострение в Крыму толкает мир к войне, нефть наверх, потому что потребление нефти в период войны вырастает в разы. И поэтому мы ждем нефть наверх. Тем более монета вчера показала бай. И, собственно, этот бай и случился, начиная уже с 12 часов. Серьезный пошел рост. И в итоге мы достигли отметки вчера пиковой 46,32. Сейчас рынок центов на 8 ниже. Ну и закрылись чуть ниже вчера. Но, на мой взгляд, судя по фундаментальным факторам, у нефти есть все перспективы роста. И мне кажется, то, что я назвал вчера отметкой 70 долларов за баррель, судя по международной обстановке, это не шутки, друзья. Это абсолютно я серьезно говорил. И, на мой взгляд, это с каждым днем становится все реальнее и реальнее. Итак, о каких факторах укрепления нефти мы с вами говорим? Прежде всего, конечно, вчера многие обратили внимание на то, что, значит, саудиты постоянно давят и самые разные факторы указывают. И то черновик потеряли они какой-то и разослали с перспективы, так сказать, на... Вот я вижу этот черновик о том, что саудиты хотят сами чуть ли предложить провести новую встречу в нефтедобывающих стран, чтобы договориться о мерах, которые могли бы поддержать рынок и так далее. Но все эти глупости мы слушали. Поэтому, поверьте мне, это как фундаментальный фактор никем не воспринимается. Это все балабольство и больше, так сказать, как повод используются саудитами, чтобы приподнять цену на нефть. А якобы случайно они не туда послали, да бросьте вы. В этом мире ничего случайного не бывает. На самом деле, конечно, основной причиной обострения международной обстановки это ситуация, которую называют ситуацией с диверсантами в Крыму. Резко выросло напряжение между Россией и Украиной, с одной стороны, и между Россией и США, с другой стороны. Потому что, ну, как бы секретов нет никаких. Позади Украины стоят США и НАТО. Собственно, тут ситуация понятна. В этом была суть переворота 18-20 февраля 2014 года. Америка захватила Украину. А тут бах, Россия уже не у Украины, а у Америки отхапала Крым. Естественно, это было неизбежно. Вторая Крымская война уже тогда стала неизбежной. И вот сейчас мы двигаемся к этой войне, причем достаточно быстро, даже удивительно, на мой взгляд, быстро. Ну, например, Госдеп США назвал очень опасной ситуацию на границе Украины и России. Это я вам последние новости рассказываю, которые вышли из разных точек, из разных источников. Ситуация нагнетается, а без того очень напряженная и очень опасная. Ну, то есть они понимают, что происходит. Поэтому американцы, я не удивлюсь, что это они и организовали. Поэтому они прекрасно видят свои результаты. Так вот. Есть конкретный финансовый результат. Инвесторы пересмотрели риски вложений в Россию из-за событий в Крыму. Поэтому стоимость пятилетних CDS, это кредит дефолт свапы, это ценная бумага, стоимость которой показывает уровень риска дефолта той или иной страны. Так вот сразу на 14 пунктов вырос риск дефолта в России. И это давно он так не стоил. Поэтому надеяться на инвестиции иностранцев с учетом роста CDS сегодня точно не стоит, поскольку, естественно, первичная реакция будет негативная. Потом, когда присмотрится, если ничего не случится, может быть. Сегодня нет. Сегодня фондовый рынок может быть в зоне такой серьезной у нас. Следующее. Кремль может разорвать дипломатические отношения с Украиной, говорят аналитики, и не исключают даже отзыв всего состава посольства. Отношения между двумя странами давно носят чисто технический характер. Дело в том, что отзыв состава посольства – это очень серьезное действие, а де-факто это уже война. То есть тут понятно, это уже потом пойдет обратный отсчет. Не хотелось бы, чтобы это случилось, но смотрите, на ровном месте, в общем-то, заполыхало. Независимая газета, очень серьезный материал дает сегодня, который называется «Карт-бланш». Американцы начали битву за Крым. Дальше идет аргументация, о которой мы вчера утром говорили. У меня такое впечатление, что автор статьи смотрел U-Trade TV, и все, о чем мы с вами говорили, так корректно изложил. Конечно, это американцы, тут сомнений нет. В самом Крыму, конечно, не сильно, а сейчас будет хорошо. Но вот, например, я вижу новость о том, что власти Крыма отключили интернет на севере полуострова после перестрелки на границе с Украиной. Об этом говорит сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Коветиди. Это очень плохой шаг, это неправильный шаг абсолютно. Его, естественно, назвали шагом в целях безопасности, но в Сирии было точно так же. Сначала интернет, потом мобильная связь, потом 20% населения страны беженцы. Не надо отключать интернет. Глубокая ошибка, и, конечно, симпатии сразу почнулись в сторону от Крыма. Потом интернет отключать, если вы уверены в своих гражданах, интернет отключать нельзя. Баша Расов показал всем. Отключил интернет, сразу антагонизирующийся население. Глубочайшая ошибка господина Аксенова может быть самая большая за последние два с половиной года. Ну и вторая ошибка совершил господин Аксенов. Он не политик, это понятно, не учился, видимо, никогда ни в политической школе, ни в партшколе, нигде. И поэтому он сейчас делает одну ошибку за другой. И вторая ошибка он сказал в эфире «Россия-24» на государственном телевидении России. Он сказал, что с диверсантами, я считаю, нужно поступать точно так же, как поступают фермеры с воронами, которые урожай грабят, их убивают и вывешивают на входе границы, чтобы остальным было неповадно, и они понимали, что посягать на жизнь мирных жителей, а на военнослужащих в Крыму и России не позволено никому. Идея понятна, идея обороны понятна, изложена очень некорректно. Ну, то есть, вот сейчас, господин Аксенов, минимум две статьи, если будет Международный уголовный суд, это минимум две статьи, обе тяжелые, на себя повесил. Призыв. Это военнопленные, вы взяли военнопленных, нарушаются все конвенции, нарушаются нормы по все, все. Ну как, что значит повесить вдоль границы? Вы что, смеетесь, что ли? У нас уже были бойцы, которые вешали вдоль границы, не сильно хорошо закончили, поэтому я бы, честно говоря, на месте господина Аксенова взял бы свои слова назад, или как-то от них сказал бы, там, это было в состоянии эмоций, я не это имел в виду, очень жестко. Сейчас перепугает весь мир. Как только сейчас перевели вчера на английский язык, и понеслась. Все слова, которые сказали о господине Аксенове, я знаю, повторять не буду. Ну, жестко, зря так жестко. Совершенно неоправданно жестко. Далее, друзья. ЦБ отозвал лицензию у Газстройбанка. Тут был небольшой банк, 335-й, но понятно, что рыночные институты в стране сокращаются у нас. Это очень жаль. Ну и стандартные, в общем-то, замечания к нему были. Я думаю, все можно было поправить. Следующая, друзья, новость у нас по выборам. Выборы, вы видите, идут достаточно тихо. Ведомости узнали о возможном запрете предвыборной агитации в интернете. Еще одна глубочайшая ошибка. Нельзя ограничивать интернет как высочайший уровень коммуникационного общения в современном обществе. Нельзя. И в Крыму нельзя было запрещать, и здесь предвыборная агитация в интернете. Что скажут люди во всем мире, это совершенно однозначно. То есть, ну, я не знаю. Каждый человек сам себе создает проблему. Вот сейчас на ровном месте наша политическая элита создает себе проблему. Не трогайте интернет. Это невозможно. Это сейчас вся новая экономика повалится. Геннадьевич пишет, а как же призыв Америки убивать русских? Никто слов назад не забрал. Война. Геннадьевич, о том и речь, что война. Они, мы и понеслась. Вопрос таков в том, готовы ли вы к этой войне. Кто готов, двумя руками поддерживайте. Я считаю, что всегда лучше избежать войны. Даже если кто-то агрессивничает, спокойно найти вариант, так сказать. Там тоже есть здравомыслящие люди в любой стране мира. С ними и разговаривать, чтобы решить вопрос мирно, без войны. Война никому еще добра и счастья не принесла. Это я вам точно говорю. Далее. Совбез предложил, Совет Безопасности России, предложил создать в Сибири транспортную систему с дирижаблями за 240 миллиардов долларов. Это вот академик РАН Александр Денькипелов и Совет Безопасности предложили систему транспортно-логических коридоров. Дирижабли. 240 миллиардов долларов США. Это агония, друзья. Экономическая мысль находится в агонии. Летать на газовых аппаратах – это, конечно, безумие. в 21 веке, которые зависят от внешних условий очень сильно, от молнии малейшей. То есть, ну, я не знаю, что происходит вообще. А что происходит? 240 миллиардов долларов на дирижабли. Да вы что, смеетесь что ли вообще? Агония. То есть, они все, они не знают, в области экономики, они не знают, что делать. Экономика разрушена, жизненный уровень падает каждый месяц, изработится. Все. Поэтому что делать в этой ситуации? Да очень просто что делать? Развивать свои знания и умения в области финансовых рынков. Потому что я чувствую, что скоро это будет единственный вид заработка, доступный для нас с вами. Сейчас это один из видов, а еще год вот так вот. Строительство дирижабли и неэффективное использование огромных средств. Все. Останемся все безработными. Ну, слава богу, хоть финансовые рынки еще не запрещены. Хотелось бы, чтобы вот это было, так сказать, чтобы хотя бы это они не трогали. Далее, друзья. Музей под Ярославлем пострадал. Наказали за наконечники копий, причем я смотрю каменных, судя по фотографии, и без разрешения на оружие. Бред вообще. Бред. Вот понимаете, а вот какое-то безумие идет тотальное. Каменные наконечники, заточенные там с разных сторон. Ну, возьмите сейчас камень, заточите. Так что, человеку надо идти регистрировать разрешение на оружие. Я не понимаю, что происходит. Причем это РИА новости. Это не кто-то там, знаете, с улицы какой-то босяка что-то опубликовал. Странный, непонятный. РИА новости. И слов нет. Но вы видите, я сдерживаюсь. Я же ничего такого резкого не говорю, как некоторые, понимаешь, участники политического процесса. Коллеги, Андрей Чебиряченко-Мурманск принимал участие в Битве Аналитиков. Еще идет голосование. Прилагаю ссылочку. Приглашаю, кто еще не проголосовал в ВКонтакте, проголосовать за Андрея. Он выступал с должностью эксперт и трейд-ТВ. А вдруг сейчас я вижу, что мы проигрываем его оппоненту при голосовании всего-навсего на... Сейчас я вам точно абсолютно скажу. На 15 голосов. Вот если вы проголосуете сами и нажмете кнопочку «Поделиться» и напишите друзьям. Друзья, проголосуем за Андрея Чебиряченко. Я уверен, что 15 голосов мы наберем просто вот по секунду заодно. Вот в 100% в этом уверен. Еще раз говорю, там надо... Давайте даже покажу вам, поскольку тема важная. Ну, для меня даже в каком-то смысле принципиально, нифига ли себе. Первый человек выступил как эксперт и трейд-ТВ. И не можем ему обеспечить поддержку в голосовании. Вот, значит, напомню, что вот на этой страничке вы сами можете зайти проголосовать, а нажать кнопочку «Поделиться» можете. И там написать «Друзья, приглашаю вас голосовать за Андрея Чебиряченко». Давайте навалимся все вместе. Времени-то немного осталось. Уже в понедельник озвучат результаты. Поэтому надеюсь, что мы победим. Виктор С. пишет «Проголосовал плюс». Поскольку я вижу на той стороне экрана всех, это Виктор Смыслов, друзья. Наш большой друг из Беловеченска, Краснодарского края. Виктор, спасибо. Теперь я знаю, что мы победим. Далее, друзья. Николай Сиропкин пишет «Игорь, почему же индекс ДОУ растет непрерывно? Потому что война в Крыму – это война в Европе. Они для этого ее организуют». Вот вы коснулись темы Николая Сиропки, она очень важная. Как победили, как американцы стали мировыми лидерами. В 1914 году организовали войну России и Германии, столкнули, истощили, вышли там с четвертого места на третье. Во Второй мировой войне те же американцы столкнули ту же Россию и Германию, столкнули, истощили и стали лидером мировым. Что будет в Третьей мировой войне? Третьи грабли абсолютно одинаковые. Никто ничего нового не придумает. Столкнут в Крыму Россию и Германию. Там американцы заходить не будут. Зайдут войска Бундесвера. Столкнутся в третий раз. Мы отметили друг друга с немцами в третий раз. А Америка станет абсолютным лидером. Вообще останется одна биржа доу-джонс. Один индекс доу-джонс и там все американские биржи будут просто доминировать. Вот все, что происходит сейчас в Крыму. И мы, америкосы, подзуживают. Мы ведемся. Надо вести совершенно абсолютно другую политику. Абсолютно другую политику. Но, к сожалению, невозможно убедить. Можно говорить о том, что нужно изменить политику. Но вы же не убедите, не заставите. И первые лица государства изменить ее. Поэтому, пока эту ошибку будет сделаем. Сколько она обойдется в затратах и в человеческих жизнях, неизвестно. Но, мне кажется, не понимают они, что в третий раз Америка стравливает Россию и Германию. В третий раз. Ну, нельзя так. Нельзя в третий раз наступать на грабли. Нельзя. Поэтому, что будет происходить на финансовых рынках. Оно абсолютно понятно. Американский рынок будет расти. Доллар будет укрепляться. Единственное, что они не удерживают, нефть. Да, нефть растет. Вчера выросла. Сегодня, кстати говоря, мое мнение, нефть сегодня будет расти. Настолько предвоенная ситуация, что нефть будет расти уже по желанию американцев, без желания американцев. Они вот один день в среду смогли удержать, а вчера уже опять нет, не смогли. И вот это будут поддерживать Россию. Поэтому сейчас американцы задачу решают такую. Они понимают, что нефть будет расти. Но они сейчас попытаются отсечь Россию от выгоды в связи с этим. А именно эмбарго. Запрет на полный, запрет на торговлю с Россией. Вот что сейчас, скорее всего, они готовят. Вот. Сколько это займет времени, когда это может быть, не знаю. Но совершенно очевидно. Они думают над тем, как не дать России воспользоваться преимуществами дорогой нефти. Поэтому сейчас, пока этого нет, совершенно спокойно покупаем нефть, рубль, фондовый рынок. Вот. Когда что-то будет, нам скажут, не волнуйтесь. Торгуем, естественно, с безубытком или с трейлинг-стопом, который следует за вашей ценой на расстоянии, там, на Форексе, там, 530, наверное, да? Вот. На других направлениях какие-то другие направления. Вот. Все, коллеги. Мне подсказывают, что вообще-то монету похорошо бы бросить. Мы же не бросали монету еще, мы же только рассуждали. Ну что, монета, сегодня, 12 августа. Сегодня, кстати, у нас дата, день Курска, да, 12 августа, день гибели подводной водной плотки Курс, годовщина. Такая тяжелая достаточно дата, да? Ну, царство небесное, всем погибшим. Значит, 12 августа, монета. Спрашиваем монету и смотрим экономический календарь. Моя позиция понятна. Все условия для роста цены на нефть российского фондового рынка и российского рубля есть. Пока не будут приняты какие-то специальные действия Америки по эмбарго. И только сидим на наросях, слушаем. Нет эмбарго, нет дополнительных санкций к Америке. Все, растем, не выдумываем ничего, никакие глупости. Потому что ситуация обостряется очень резко, очень сильно. Такие резкие заявления я вообще не помню. В отношении американцев даже в 80-е годы, в разгар холодной войны, не было. Не было. И вообще в отношении каких-либо соседей, в отношении каких-то представителей других государств, то, что сказал Аксенов, не было никогда. На моей памяти с 80-х годов. То есть последние 30 лет, это я отвечаю. На таком резком обострении те-то поймают, естественно отреагируют. Сегодня целый день будут об этом говорить. И оно естественно, оно же теперь слово за слово. В чем опасность. Итак, монета. Нефть марки Brent сегодня будет у нас. Бай. О, видит монета бай сегодня. Лай-ла. Очень хорошо. Давайте посмотрим на экономический календарь сегодня, коллеги. У нас в 0.05 утра китайские индикаторы вышли. Объем промышленного производства год к году за июль составил, был 6,2%, стал 6. Несколько снизился. Несильно хорошая новость. Посмотрим, как отразится. Вышел у нас также ВВП Германии за второй квартал. Был 0.7 в предыдущем квартале, сейчас вышел 0.4. Тоже не сильно хорошие новости экономические, хочу сказать. Сегодня в 15.00, из серьезного, на что я советую обратить внимание, в 15.00 базовый индекс розничных продаж за июль в Америке. Был 0.7 в июне, за июль ожидают 0.2, тоже снижение. Индекс цен производителей в это же время, объем розничных продаж в США в это же время. То есть большой пакет сегодня, в 15.00 индексов производителей и цен. Смотрим, кто отслеживает, на мой взгляд, можно на этом поторговать. Ну и также сегодня, кто отслеживает в 20.00 число боровых установок от Baker Hughes. Все, друзья, мы открылись. Виктор Смыслов подсказывает нам, что сегодня день рождения Степана Демуры, большой праздник. Степан, поздравляем. Я году в седьмом-восьмом со Степаном, мы на РБК-ТВ регулярно ругались, дискутировали. Хороший парень, деловой. Такой жесткий. Ну что, экономическому комментатору другим быть нельзя. Если действительно у него день рождения, друзья, то передавайте самые лучшие пожелания от всех нас. Ну что, давайте посмотрим, как мы открылись. Так, а что-то у меня открылось что-нибудь? Да, открылось, открылось. Это что-то я задумался, думаю. Точно у меня открылось. Значит, мы вчера закрылись на уровне 46.04 получается, да? Удаляем все остальные ненужные графики, чтобы они нас не путали. Ставим. Единственное, сразу поставим хай, потому что он у нас есть. Итак, мы на открытии стартовали. Вчера закрылись в 46.04, сегодня ударились в 46.27. Но обращаю ваше внимание, что монета показала бай после обеда. Монета была перевернутая. Поэтому с утра, я не знаю, как-то сразу меня это напрягает. Можно ли покупать с утра? А может быть, мой совет все-таки подождать сейчас, как говорит Валерий Мартынов, первый час разводящий. Я бы, может быть, подождал сейчас с утра и не покупал бы нефть во всяком случае. Продавать-то тоже нельзя, конечно, потому что тренд растущий в последние дни, без сомнения. Восемь дней растем с небольшими остановками. Но и продавать тоже как-то, на мой взгляд, рискованно. Все, друзья, спасибо большое. Подводим итоги. Обострение, резкое обострение международной остановки в связи с событиями в Крыму. Говорит о том, что сегодня все возможности для роста цен на нефть российского рубля и российского фондового рынка есть. Монета показала бай по нефти после обеда. Всем удачи. И я не понимаю слов гостя. 325 у монеты сбился прицел. Если вы называете то, что за 7 дней рабочих один отрицательный результат, то как бы расскажите нам про свой прицел. Более 80% положительных результатов это хороший прицел для любого прогностического инструмента. Это я вам гарантирую просто. Поэтому у монеты с прицелом все нормально. Не волнуйтесь. Всем удачи, друзья. Хорошего дня. Хорошего дня.